У меня размораживается рыба. Надо, кстати, ее в тарелочку положить. Сейчас, одну секундочку, я все побросала, пока... У меня размораживается рыбка. Уже почти разморозилась. Ну, это Флорида, тут у нас тепло и жарко. Так, вот 4 кусочки рыбы. Я буду делать фаршированный перчик, как я уже сказала. Это я сейчас все перемою, все положу в холодильник, потому что пока все набросано вот так. Я купила Данючку еще 2 персика. Вот таких вот больших. Почему? Потому что иногда покупаешь персики, иногда, смотри, такие красивые персики, кидаешься, покупаешь там пару килограмм, а они невкусные, поэтому... Пусть попробуют, если скажут вкусные, куплю еще. Покупать нельзя, потому что очень жарко, а в холодильнике у меня просто места нету все это складывать. Так, все. Итак, все. Только что проводила прямой эфир. Итак, все. Пошла в холодненький душик. Начинаю готовить. И уже 3 часа. Полтора часа было в прямом эфире. Вот так вот. Все. Так, пошли делать, пошли готовить. У меня себя показать не покажется. Да и, собственно, что на меня смотреть? У меня уже стоит разогретая уже сковорода. Много масла налила подсолнечного. Ну, подсолнечного, не подсолнечного. Я называю подсолнечное, понятное дело. Все знают, что такое подсолнечное масло. Хотя, вот это было овощное какое-то масло. Сейчас я мелко нарежу лучок. Хорошо его обжарю. Потом сюда брошу маленькие кусочки рыбы. Я даже не буду рыбу пропускать через мясорубку. Хотя, желательно бы, наверное, было пропустить. Но не буду пропускать через мясорубку, потому что она сама вся, она изготовится. И пока она будет вариться в перчике, она вся, как сказать, растает, растатется. Когда вы в Флориде открываете холодную воду летом, у вас из-под крана вас обожгет горячий кипяток. То есть из холодного крана сначала идет кипяток, наверное, минуту. Потом идет очень горячая вода. Нужно, наверное, минут 5-6 постоять, пока пойдет такая, ну, как бы вода, ну, градусов 30, наверное. Вот 30 градусов вода, вот это я называю холодной водой. Я сейчас стояла под душом, ждала, пока пойдет холодная вода, ну, опять-таки, холодная вода, потому что я в горячей воде категорически никогда не моюсь, никогда в ней не купаюсь. Ну, хожу, конечно, в сауну, не без этого, но горячий душ нет. Ну, бывает, конечно, иногда зимой там, бывает иногда замерзнешь, ходишь, так, горяченький душ хочется. Но утром у меня только ледяной душ, каждое утро. У меня уже варится рис. Ну, те, кто знает, как фаршировать, может быть, кто-то по-другому фарширует. Голубцы, я обязательно в мясо кладу много риса. Я не люблю просто одно мясо. Итак, рис у меня почти готов. Сейчас, пока я порежу рыбку, лучок уже у меня подрумянится. Сейчас вот оброшу рыбку. Потом все это смешаю и буду фаршировать перцы. Перцы с рыбой. А что делать, если ребенок не ест мясо? Вот нарезаю рыбу, она такая толстая, такая белая. Но я все равно, вот она, эта рыба дорогущая, я все равно люблю сваи больше. Я вот ее пробовала. Для меня сваи самое вкусное. Вот я последний раз покупала пахталаты, и больше не буду покупать. Все равно для меня самая лучшая сваи. Вот к нам приехала почта. Так очень удобно. Вот почтальон приезжает, у него с правой стороны руль. И вот он подъезжает, открывает ящик, складывает почту и забирает письма. Допустим, мне надо отправить письмо. Я положила письмо, подняла сверху красный флажок, он видит, что у меня там лежит письмо. Никаковой париловки. Вот такие вот 4 кусочка рыбки. Ой, как будет вкусно. Я рыбу положила вместе с луком, и вместе с луком буду пережаривать. Сейчас поставлю на большой огонь. А дело в том, что когда я делаю, ну все делают, когда мы готовим фаршированный перец, мы делаем начинку, обязательно мы мясо прокручиваем через мясорубку. Ну, короче говоря, не стала я делать фарш из рыбы. Это совсем ни к чему. И потом я все это перемешаю, когда хорошо поджарится, я все это перемешаю с рисом. И уже буду начинять перцы. Я буду что-нибудь приеду. Что-то мне почта пришла. Что-то мне... Я документик один очень важный жду. Надеюсь, что... Надеюсь, что пришел. Надо закрыть окно, потому что солнце туда сильно светит. Сейчас я... Я пришла, забыла открыть. Окна. Вот эти окна я открываю. Ну, давай. А вот это я закрываю. Вот так вот. Ой, как хорошо. Господи, как хорошо дома. Как хорошо. Хочется так шить. Мне так хочется опять шить. У меня прям какими-то как этими приливами. То хочу шить, то не хочу шить. Уже опять хочу шить. Скоро мне с Китая придет. Ну и скоро-не скоро там месяц, а то и даже полтора месяца доставка, если я такие вещи интересные нашла. Я уже заранее знаю, что они будут на меня короткие. Я заранее знаю, что мне придется там что-то подшивать, чтобы их удлинять. Поэтому уже машинки мои стоят на стреме, чтобы начать работать. Сейчас пойдем посмотрим, что там у меня. Мокро. Брови не смылись. Вот это мы выбросили с Даньком. Приедут, заберут. Раз в неделю приезжают вот этот хлам с огорода, забирают. Ничего нету. Сплошная это реклама. Активированный уголь. Нифига себе. Я даже не знала, что он здесь продается. И стоит, наверное, будет стоить, и, наверное, будет стоить долларов 20. Ой, как хорошо, господи. Как хорошо, снимает тапки, потому что хочется ходить босичком. Пошли босичком уже скоро. Надо будет делать педикюрчик опять идти. Наверное, через недельку надо будет пойти сделать педикюр. Ой, хорошо, пол четвертого уже. Еще раз замечу, ничего не ела. Вот у меня утреннее яблоко его надкусывало. Вообще аппетита нет. Я рассказывала сейчас в прямом эфире. Я утром пью полторы, полторы столовых ложки. В воде размешиваю. Она набухает, семена льна, в обед, полторы столовых ложки. Шелуха семян подорожника. И вечером то же самое. И вот после этого о них есть вообще не хочется. Но есть-ка надо. Ложка нельзя. Вот эта штука надо. Сам мешать. Вчера Света приходила в гости. Мы с ней поужинали. И почти два круга накрутили по два километра. Она говорит, пошли третий круг. Светик, мне как-то... Я сегодня столько наработалась, столько там-там-там, давай же. Как-то уже хотелось отдохнуть. И было уже почти десять часов. Она говорит, завтра я придумаю с тобой пять кругов накрутим. Я говорю, с удовольствием. Я пойду Данька заберу вечером. Я кормлю его. Ой, прям как вкусно. Наверное, я уже захотела есть. Такой запах вкусный. Наверное, я хочу есть. Пока сейчас, пока приготовлю, наверное, я один перчик все-таки съем. Так, рис готов. Все можно выключать. Рис может быть недоваренный немножко, потому что он в процессе он доварится, когда будут вариться ваши перцы. Посолить, поперчить. Иди сюда перчик. Пошли. Поперчимся немножко. Посолимся немножко. Рис я уже посолила. Рыбка любит соль. Все. Теперь срезаю головки от перчиков, начиняю. И в кастрюльку минут на тридцать. Сейчас я это смешаю. Попробую на вкус. Должно быть хорошо все посолено. И только что разместила свой вот этот, у меня был прямой эфир только что. И я рассказывала, что я буду делать фаршированный перец из рыбы. Я объяснила, почему. Объяснила, что мой ребенок не ест мясо. 20 раз причем объясняла. Женщина пишет, Не могу понять, почему вы делаете соль и перец. Ну что я могу сказать. Те хоть объясняй, хоть объясняй. Ну все. Все. Принималка объяснялки закрыта. Так что даже не буду тратить свое драгоценное время. Так. Сейчас я попробую. Если вкусненькое. Ой, оно уже вкусненькое. Боже, как оно уже пахнет. Ай, вкусняшка какая. Лучок такой вкусно. Слегка поджаренный. И рыбка тут же поджарилась немножечко. Ммм, сказка. Мама моя родная. Если честно, можно как отдельное блюдо есть вот так вот. Ммм, сказка. Итак, почистила. Почистила перчики. Очень вкусно все получилось. Даже досаливать не надо. Сейчас поставлю водичку. 10 причинок. Это сюда положим. Это положим вот сюда. Накрываем все, что можно накрыть. Накрываем, накрываем. Вот так. Вот так. Я никогда вот эти штуки не выбрасываю. Я их обожаю. Я их просто обожаю. Так, это слишком глубоко. Вот так. И вот так. Теперь сверху вот эти штучки положим. Кусочки остались. А где еще один перчик? Где-то перчик у меня один пропал. Ну, давай мыть. А, вот он еще один перчик. Вот он, да. Нет, наверное, вот он высокий. Наверное, мы вот сюда вот так. Это коротенький. И сюда повыше сделаем. Вот так. Остались у меня еще кусочек перчика. Ну, ладно, я туда уже брошу все эти кусочки. Не-не-не, это надо убрать дедушку эту. Кусочки. Обожаю вот эти вот штучечки. Это я для себя. Еще один перец куда-то пропал. Крышка лишняя осталась. Все, заливаю водой. Кипячу, а потом со сметанкой. Мням-ням-ням. Секунду ушла, вон как кипит. Сейчас я сюда прямо брошу свеженькую, свежую помидоринку. А можно помидорину было пережарить отдельно. С луком тоже. И вот это засыпать. Но мне, если честно говоря, лень. Я просто помидорку брошу. Сейчас Юрку мелко почишу. Сначала варится три кукурузки. Кипит потихонечку. Сейчас зеленушечку еще брошу. Собственно, уже готово. Уже можно снимать. Пусть немножко покипит. Еще минут 10. Сейчас по радио опять на нас идет уже вот через минуту. Там уже где-то пошел дождь. На нас тоже идет шторм этот тропический. С ливнем и с громом и с молниями. Немножко морковочки. Потому что я люблю вот этот супчик такой. Вот этот бульончик очень люблю. А там должна быть морковочка для цвета. Вот мне на кухне, я слышу. Я отстаю на кухне и слышу, как гремит. Если выйти на улицу, короче говоря, на нас идет этот шторм. Ну, как каждый день, естественно. Как без этого. Дело в том, что рыба была прожарена. И вообще рыба готовится очень быстро. Рис тоже у меня был практически готов. Поэтому, ну, буквально 10-15-20 минут с рыбой. С мясом, понятно. С мясом надо чуть-чуть подольше. У нас сейчас вот по радио каждую секунду повторяют. У нас произошло что-то на айфоне, на скоростной трассе. Там вытечка газа где-то. И люди стоят. Ну, короче, вот под такой же рюк и люди стоят. Еще надвигается шторм такой сумасшедший. Говорят, ну, что делать? Уже как-то стойте, как-то уже держитесь. Вот, все рассказывают про это. Все. Я выключила. Сейчас я одну перчинку съем. Скажу, как она, как на вкус. Потому что никогда не делала перец с рыбой. То есть сочетание перца с рыбой я еще не знаю. Я делала сочетание рыбы с капустой. Очень вкусно. А вот с перцем я не знаю, что это будет. Поэтому посмотрим, что это будет. Ну, должно быть вкусно. Потому что вот этот я начинку пробовала. Мне понравилось очень. Просто как можно как отдельное блюдо делать. Ну, понятно, рис с рыбой, конечно, вкусно. Я тут просто покрошила и пережарила рыбу с луком и добавила риса. Конечно, вкусно. Так, давай, варись ты, варись. Давай, давай. Немножко чесночка еще. Я чеснок вообще добавляла бы везде и всюду. Я обожаю чеснок. Ем его и сырым, и вареным, и жареным, и любым. Ем чеснок любой, абсолютно. Хоть такой, хоть такой. Уже порезалась новым ножом. Уже отрезала он сидит. Вон у меня кровь пошла. Все. Дреми. Дреми. Сейчас я добавлю сметанки. Вот такая громадная банка сметан я покупаю. Сэмс Клаби. Сметанки не пожалею. Для себя любимые. Без 15,5. Это первая моя еда. Вот это все, что я съем. И тут я съем два присеста. Потому что я тут много водички налила, я ее обожаю. Все. Мне бон аппетит. Скажу, как было вкусно. Очень сильный шторм идет. Вот она, Альтамонт Спрингс, Винтер Спрингс. Виннион Парк. По-моему, мими нас пройдет.